здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик продолжаем создавать молнию предыдущем уроке мы научились это делать мы создали в программе adobe premiere про молнию используя эффект давайте посмотрим еще раз где мы это брали закладочки эффекты если открыть здесь у нас находится в разделе генерировать эффект молнии этот эффект нам позволил создать видимость появления молнии предыдущем уроке мы настраивали этот эффект в этом уроке мы реализуем звук этой молнии и уже научимся работать более плотно с аудио редактировать звуки будем в этом уроке для этого нам понадобится закладочка аудио я щелкаю вот здесь вот сверху у нас открывается окно основной звук в этом уроке мы изучим вот это окно и чтобы это реализовать мы будем использовать вот этот вот mp3 файл которым непосредственно находится наш звук молнии здесь имеет смысл сказать про формат mpeg мы использовали mpeg 4 это видеофайл и используем видите файл mpeg 3 под этим видео лежат вот эти вот материалы которые я буду использовать в этом уроке непосредственно звук молнии видеофайл который я буду использовать и который использовал под этим видео будет стоять ссылка на вот эти вот документы также давайте посмотрим по нашему списку заданий что мы будем делать мы будем делать уже следующий урок это 14 урок работа со звуком mp3 добавление звука молнии аудио основной звук здесь же сверху этого документа у нас находится ссылка на материалы к этому и предыдущим всем урокам используя этот файл чтобы видеть весь список наших заданий по этому курсу давайте вернемся непосредственно к файлу mp3 нашей молнии и скажем пару слов про этот формат если посмотреть от чего происходит аббревиатура mp3 она у нас происходит от английского mpeg а в свою очередь аббревиатура либо сокращение mpeg у нас происходит от четырех английских вот этих вот слов moving picture express group что можно перевести как экспертная группа по движущимся изображением эта группа специалистов образованная международной организации со для выработки стандартов сжатия и передачи цифровой видео и аудио информации также имеет официальное обозначение формат mp3 является одним из самых распространенных и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации поэтому мы в этом уроке его и будем использовать давайте переходить от теории к практике применению этого формата прошлом уроке мы размещали эти файлы в нашем проекте то есть мы брали просто перетягивали вот сюда этот файл также как и видео файл с мадридом а вот этот фрагмент в этом уроке мы продолжаем работать с этими файлами также в прошлом уроке я показывал что я беру файл с вот этого сайта free sound здесь у нас бесплатная лицензия критик команд которая позволяет скачивать и изменять аудио файлы которые я использую в нашем проекте а про это мы говорили предыдущем уроке в этом уроке мы берем давайте дальше берем вот этот файл mp3 и перетягиваем в окно таймлайн вот сюда вот на любую звуковую дорожку разместите этот файл чтоб он у вас появился и давайте поставим его влево давайте разберем с продолжительностью этого звука если поставить метку в окне таймлайн то можно заметить то у нас звук около 6 секунд я бы этот звук укоротил для удобства так как у нас 5 цифр идет цифра раз два три 4 5 то есть вот эти цифры нас по идее может быть 5 кусков молний 5 звуков молний которые будут проявлять себя при появлении каждой цифры на мой взгляд надо сделать продолжительность существования цифры одинаковые под звук который у нас находится снизу давайте посмотрим какая продолжительность у нас наших цифр я возьму левый звук и поставлю его влево это я увеличил и передвигая в окне таймлайн ползунок времени я вижу что розовая плашка у меня кончается на 5 секундах то есть текст у нас 5 секунд и давайте наш звук укоротим также до 5 секунд а для этого берем инструмент подрезка вот этот инструмент и вот здесь вот я щелкаю левой клавишей стекаем наш звук на две части вот эту часть я выделю и удалю жму делит а затем я верну левую цифру которую я отодвинул влево назад правее чтобы 5 и 4 цифра были вместе чтобы не было здесь шва между вот этими двумя объектами теперь я захвачу звуковую дорожку и поставлю четко под цифру 5 далее сделаем еще четыре копии этого звука у нас будет с каждым появлением следующей цифры появляться наш звук молний для этого давайте продублируем наш звук я щелкаю на нем правой клавишей здесь выберу команду копировать либо используйте горячей клавиши control c далее я передвину меньшую временную шкалу масштабе передвину вот сюда чтобы копия появлялась сбоку и нажимаю control в на клавиатуре и этот звук ставлю влево потом жму следующий раз control в и также ставлю звук наш влево и еще раз расставьте эти объекты таким образом чтобы они стояли друг за другом звуки мы расставили при появлении каждой цифры теперь давайте посмотрим как редактировать звук premiere pro я увеличу звуковую дорожку раздвину ее сделаю пошире и зажимая клавишу alt растяну вот таким образом здесь мы можем заметить что у нас есть вот такая горизонтальная линия если нажать то она увеличивается это уровень громкости уровень громкости можно увеличить уменьшить пока мы этим заниматься не будем также если нажать на клавиатуре клавишу control то курсор наш изменится еще гнуть на вот этой линии то появляются вот такие точки маркеры и ухватив потом отпустив клавишу control можно двигать вот таким образом менять уровень громкости в звуке попробуйте зажимать клавишу control ставить эти точки и удалять я жму делит удалю эти точки пока мы их здесь ставить не будем давайте дальше рассмотрим как редактировать звук для этого нам понадобится в закладочке аудио если нажать открывается вот это вот окно основной звук у нас здесь есть важные параметры которые мы сейчас будем редактировать сверху у нас идет стиль который мы можем выбрать при применении стиля а наш звук будут налаживаться определенные дополнительные эффекты это например можно создать ощущение как будто мы в большой комнате либо снаружи здания либо находимся слева либо справа чтобы увидеть разницу в этих стилях давайте зайдем меню диалог и здесь у меня находится справа ряд параметров за записью экрана я перенесу это окно левее чтобы вам было заметно что я делаю показываю давайте здесь попробуем выбрать например по умолчанию в разделе диалог я щелкаю здесь у нас открывается ряд дополнительных параметров ниже давайте прослушаем наш звук теперь давайте сравним его с другим параметром чтобы вернуть первоначальные параметры я нажму здесь очистить тип звука жмем и здесь давайте выберем в разделе диалог выберем вариант запись с телефона это у нас не запись телефона мы просто сравниваем чем эти параметры по звуку будут отличаться по ощущениям это что стиле действительно здесь влияют и теперь давайте прослушаем попробуйте поменять здесь стиле чтобы увидеть разницу каких-либо вариантов при выборе стилей я отменю эти действия выберу здесь очистить тип звука ниже в этом окне у нас идут эти же четыре типа стиля звука которые можно также использовать но без всплывающего выбора меню то есть вот здесь вот у нас больше возможностей потому что мы видим сразу то что здесь выпадает списке исходя из наших четырех стилей которые здесь присутствуют диалог относится к разговорам между людьми музыка это музыкальные какие-то фрагменты которые могут присутствовать звуковые эффекты это взрывы падения и тому подобное и среда имеет отношение к внутренности помещения либо например снаружи это будет помещение находиться звук можете сами здесь поэкспериментировать с различными звуковыми эффектами которые можно создавать усиливать для ваших звуков в нашем случае к молнии здесь на мой взгляд подошло бы звуковых эффектах это взрыв давайте сейчас я выберу этот вариант при выборе этого параметра открываются дополнительные опции в этом окне также можно здесь изменить назад на параметр тот который может быть вас больше устроит это поменять взрыв на другое ниже у нас открывается три параметра интенсивность креативный и панорама которые мы можем также настроить если нажать на параметр интенсивность открывается у нас дополнительных две кнопочки это авто приведение сброс нажимая на авто приведение мы можем усреднить наш звук до указанного значения то есть ваш звук будет более равномерным без больших перепадов а дальше в разделе креативный у нас идет такое понятие как реверберация это процесс постепенно уменьшением интенсивности звука при его многократных отражениях это чем больше будет наш звук повторяться чем больше будет у него отражение тем он будет больше затухать по времени и здесь у нас идут разные варианты по степени интенсивности здесь можно также увеличить величину либо отключить ее вовсе а в параметре панорама можно регулировать звук чтобы он располагался в области записи стерео панорамы параметр панорама располагает запись стерео поле создавая ощущение что звук исходит из определенной точки ниже у нас идет уровень громкости клипа со всеми этими параметрами вы можете поэкспериментировать самостоятельно это мы рассматриваем некоторые параметры этого окна также помимо этого окна у нас есть ряд других окон например микшер аудио клипа где можно также управлять некоторыми параметрами звука в этом уроке мы не будем рассматривать это окно на этом этот урок мы будем заканчивать проделайте соответствующее действие если будут вопросы по этому уроку задавайте не болейте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке где мы продолжим изучать видеомонтаж с premiere pro в следующем уроке